Пятый класс, пятая серия. Давайте рассмотрим пятеричную систему счисления. Пять цифр используются для записи. Счёт идёт пятёрками. Последняя цифра – разряд единиц, разряд пятёрок. 5 и 5 – 25, затем 125, 625 и так далее. Каждая следующая в 5 раз больше. В пятеричной системе счисления однозначных чисел только 4. 5 – это уже наименьшее двузначное число. Это 6, 7, 8, 9, а это 10. Два раза по 5. Число 2, 3, 4 в пятеричной. Как же записать это число в десятичной системе счисления? Итак, надо вспомнить, какие разряды есть в пятеричной. Так, число трёхзначное. Значит, старший разряд – это 25. Два раза по 25, затем три раза по 5 и 4 единицы – 69. Так, нужно сделать обратный переход от десятичной к пятеричной. Здесь нам понадобится ещё 125. Один раз по 125 и три раза по 25. Ровно 200. Значит, мы берём одну единицу этого разряда, три раза по 25, а здесь нули. Вот и получится число четырёхзначное, а в десятичной системе счисления – это число трёхзначное. Сложение в пятеричной системе счисления. Значит, у нас будет переход через пятёрку. Не через десяток, как мы привыкли, а через пятёрку. Первое слагаемое. Второе слагаемое. Складываем. Три плюс три – шесть. Один пишем и один запоминаем. Один плюс два плюс один – четыре. Такая цифра есть. Ноль плюс два – два. Один. Вот значение суммы. И обязательно надо сделать проверку, чтобы убедиться в том, что всё сделано верно. Первое слагаемое – это 138. Вот по разрядам, если мы разложим, как раз получится 138. Второе слагаемое – 58. А значение суммы – 196. Это у нас 196. 125, два раза по 25 – 4. Пятёрки плюс один. Вычитание в пятеричной системе счисления. Это уменьшаемое, вычитаемое. Так, ну и давайте найдём значение разности. От нуля два не отнять. Занимаем пятёрку. Пять минус два – три. Так, здесь уже на один меньше. От двух три не отнять. Занимаем пятёрку. Пять плюс два – семь минус три. Это четыре. Здесь будет ноль и ещё один. Так, это значение разности. Ну и проверку надо сделать через десятичную систему счисления. В пятеричной можно выполнять и умножение с делением. Ну, давайте выполним, например, умножение в столбик. Один, четыре, два в пятеричной умножить на три. Так, три умножаем на два – это шесть. Один пишем и один запоминаем. Четыре умножаем на три – это двенадцать. Плюс один – тринадцать. Число тринадцать в пятеричной записывается как два-три. Значит, три пишем и два запоминаем. Один умножить на три. Три плюс два – пять. Пять записывается вот таким образом. Ну и деление можно выполнить в пятеричной системе счисления. Алгоритм выполнения действия деления точно такой же, как в десятичной, только мы помним о том, что переход идёт через пятёрку. И обязательно делайте, пожалуйста, проверку через десятичную систему счисления. Давайте познакомимся с римскими цифрами. Вот те цифры, которые мы использовали до этого момента, были цифрами арабскими. Эти цифры были завезены арабами в Европу впервые. Поэтому такое название – арабские. И эти цифры наиболее широко распространены. Но есть ещё и римские цифры. И вы их, наверное, встречали неоднократно. Старинные часы, старинные здания, памятники. Так, принцип записи такой. Если цифра, которая меньше, идёт перед той, которая больше, то выполняется вычитание. А если после той, которая больше, то сложение. Это первые три. Это 4, 5, 6, 7. Складываются 8, 9, 10. Второй десяток. Вот посмотрите, пожалуйста, к числу 10 прибавляется 1. Это 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Это 19. А это два десятка, 20. Кроме цифр 1, 5 и 10, которые вам хорошо знакомы, есть ещё цифры 50, 100, 500 и 1000, Принцип записи, надеюсь, понятен. Если цифра та, которая меньше, идёт после той, которая больше, складываем. Вот смотрите, 10 плюс 5 плюс 1. Это 16. 50 плюс 20. 70. Если же цифра, которая меньше, идёт перед той, которая больше, вычитание. 10 нужно вычесть из 50. Это 40. А это 90. Так, какое число здесь записано? Давайте прочтём. 100. Затем 50 и ещё два раза по 10. Значит, это 70. 100, 70, 4. Это число 174. Так, а здесь мы видим, это 500. Потом 3 раза по 100. Значит, 800. 15. 815. Так, 1531. Вот так записываются числа римскими цифрами. Римскими цифром. 216. 227. 215. 226. 216. Продолжение следует...